Подобное отторгает неподобное. Что это означает? Мы находимся только в том пространстве варианта, к которому мы готовы, который соответствует нашему верованию и принципам. Обратите внимание, что все три определения, они между собой, естественно, схожи, но просто создают чуть-чуть большую четкость в формулировке. У нас нет возможности увидеть нашу жизнь как на шахматной доске. Ну, к сожалению, нет такой возможности увидеть, в какой точке нашей карты жизни мы находимся. У нас нет возможности увидеть эту карту, чтобы, например, определить какой-то быстрый путь в достижении того, чего мы хотим. Но в этой карте все есть. А что же создает нашу траекторию, наш путь? Опять же таки, то, что является составляющим нас. В нас находится этот стержень наших ценностей, наших убеждений, которые когда-то были заложены кем-то, мы говорим в данном случае родители, к которым когда-то мы пришли через какой-то опыт, даже если это ложное верование, ложное убеждение, но вы в себе его несете, и, соответственно, вы выкладываете определенную траекторию жизни. И вы притягиваете к себе то, что соответствует вашей выведенной траектории. Хотя вариантов множество. Но вы получаете то, что соответствует вам. Ну, по этому поводу есть тоже такая хорошая притча, притча об ученике и мастере. Ученик говорит мастеру, мастер, ну, ты такой духовно просветленный, ты такой мастер света, ты даешь знания легкости, принятия, любви, но ты вот такой вот весь цельный, а как, скажи, ты будешь себя вести в других условиях, в другой ситуации. Мастер говорит, я не могу понять, к чему ты ведешь, ты можешь мне чуть более подробный пример дать? Ну, хорошо. Вот представьте себе такую картинку. Ты идешь темным дремучим лесом. А мастер говорит, а зачем я иду темным дремучим лесом? Ну, потому что тебе надо идти через лес. Хорошо. Ты идешь узкой тропинкой. А почему тропинка узкая? Ну, потому что других нет. Хорошо. Ты идешь узкой тропинкой. Сзади ты слышишь звуки, крики зверей, которые готовы сейчас собраться в кучу и разорвать тебя в клочья. А зачем они должны меня разорвать? Так надо в картинке. Хорошо. И вот ты начинаешь бежать. Ты бежишь, а за тобой стая волков, диких зверей, готовые тебе сейчас разорвать в клочья. И вот ты выбегаешь на поляну. Поляна заканчивается обрывом. И вот ты стоишь на краю обрыва. О, мастер, ты такой просветленный. А сзади тебя ты видишь стаю диких зверей. Они буквально через секунду готовы прыгнуть и разорвать тебя. О, мастер, и что ты будешь делать в такой ситуации? А мастер ему отвечает. Ты знаешь, я все не мог понять, как я вообще в этой ситуации оказался. Это то, что в какой-то степени, да, возможно, различает нас, нас друг друга. Каждый приходит к своему следствию жизни. Спасибо. 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 Спасибо.